в кино есть такая милая традиция когда киношники рассказывают о своем закулисном мире это называется backstage ну то есть делится секретами о том как снимается кино вот я решил поделиться какими-то из наших секретов и рассказать вам о том как мы снимали ролик для клуба ярополк это было 4 ярких славных полных впечатлений съемочных дня первый съемочный день 6 ноября так себе ничего сложного мы снимали перед клубом ярополк перед станцией павшина а да мы сделали снег ноябре еще не было снега поэтому наши художники проявили героизм закупили где-то искусственного снега точнее реагента который при добавлении воды создавал снег и мы оккупировали небольшую площадку перед гаражами создали там зиму поставили кран и сняли одну из первых сцен да у нас ведь есть традиция я не знаю откуда она появилась но называется она разбить тарелку обычно после первого съемочного дня съемочная группа во главе с режиссером или бывает продюсером разбивает тарелку на которой художник рисует название фильма перечисляет всех исполнителей главных ну а также творцов ну и когда тарелка разбивается то каждый берет себе по кусочку на память но вдруг когда-нибудь они соберутся вместе когда появится собранная тарелка такая вот милая традиция наш оператор павел сергеев очень бесстрашный выбрал себе верхнюю точку и не стесняясь залез на какую-то крышу не понравилось единственное что очень долго стоял а в целом очень хороший кадр получается следующий съемочный день 7 ноября мы начали со сцены в храме настоятель елизаветинского храма отец василий послужил специальный молебен для детей для учащихся после сцены в храме мы отправились снимать один из самых ярких эпизодов нашего клипа в поимбольный клуб перу сначала художники готовили объект потом мы немножко репетировали а потом за дело взялись наши пиротехники вот эта штука которую носит наш молодой актер называется бодимаунт это нужно для того чтобы камера снимала крупный план героя во время его движения нужно знать должное вадиму сенину ему было очень тяжело мы все это видели ему было больно было очень сложно тем не менее он справился он выдержал тут пожалуй нужно сделать паузу как иногда любят говорить киношники во время съемок этого клипа никто не пострадал к сожалению это не так в нашем случае пострадал вадим и во время репетиции и во время съемок вадиму попадала от фейнбольных пуль так уж получилось что на спине между защитой оказалась небольшая щель и в нее постоянно попадали пули все а приготовились не надо пожалуйста побежали 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 давай крепись отходи от забора начнешь идти иди к забору вплотную к пацанам мы тебе все время сюда постреляем тебе кто-то попал реально все я тебе только в спину стреляю или вообще по машине или по башке не надо я тебя вообще бежим ну что давайте снимем нет маску не надо одевать маску оденешь на месте и нельзя прошлом дубле не было это было крайне болезненно это сейчас наверно вадиму весело смотреть на свои мучения а тогда он испытал бой но наш герой настоящий боец он и сам справился да и нам дал образец профессионального отношения к труду актеры массовых сцен которые изображали беженцы тоже проявили себя очень мужественно несмотря на взрывы и выстрелы дубль от дубля продолжали выполнять свои важностные обязанности то есть бежать оголдело нестись сумками и скрываться из кадра следующий съемочный день 9 ноября мы провели в клубе ярополк огромная массовая сцена не смогла бы состояться без друзей клуба ярополк за что им большое спасибо да тут забавно а второй режиссер сергей сафонов требуется зрителей максимальные эмоции но при этом без крика ну и в последний съемочный день мы отлично отсняли 6 гимназии города красногорска за что и отдельное спасибо в этот день снимались как обычные школьники из гимназии так и воспитанники спортивного клуба ярополк и вообще хотел сказать что рад что судьба меня связала с клубом ярополк с Ильей Шадриковым я думаю что это наша не последняя работа хочется верить что мы пойдем с ним дальше сделаем что-то еще очень достойное и интересное и такое же драматичное спасибо